Если вы уже знаете, как правильно выбрать мясо, в зависимости от вашего пола, возраста, уровня здоровья, тех болезней, которые вы уже успели накопить, а такое видео есть на моем канале, и вы могли его посмотреть, то вы готовы к переходу на шаг 2, как мариновать и замариновать мясо под вкусный шашлык для здоровья. И в этом вопросе, безусловно, размер имеет первостепенное значение. Сделайте куски слишком мелкими, шашлык выйдет сухим, сделайте слишком крупными, либо очень долго готовить, либо есть в сыром виде, а сырой шашлык это глисты, паразиты. Такое видео есть на моем канале, вы тоже можете посмотреть, как потом от этого добра избавиться. Но лучше сразу, знаете, предупрежден, вооружен, лучше сразу делать все правильно. Поэтому такой средний размер, примерно 2 спичных коробка, с миллиметровой лентой не нужно проверять, размер подходит, все куски мяса под такой размер или нет. Можно чуть крупнее, лучше не меньше, и фактически вы готовы к переходу на шаг 2. Это предмариновка. До мариновки мы еще дойдем. Вот здесь ведь вам важен баланс, вкус и здоровье. Ведь шашлык вкусный и здоровый. И любители вкусно поесть, я так понимаю, уже напряглись ртовой критики. Потому что на мясо необходимо предварительно обвалять смеси соль-сахар примерно 10 к 1 соотношений. И поставить подмет на 3-4 часа. Все скажут, да, так это же сейчас уйдут все самые вкусные вещества. Безусловно, соль и сахар, астматические активные вещества потянут на себя не просто воду, а воду с теми обменными шлаками, с трупными ядами, которые образовывались в процессе хранения мяса. Ведь чаще всего вы готовите не парное мясо. Если парное, этот этап можно пропустить. Если мясо уже какое-то время полежало, вам нужно удалить из мяса трупные яды раз. И мясо сегодня само по себе медленно растет. Его обычно подкармливают всякой химией. Вот часть химии уйдет тоже в этот раз сольчик. 3-4 часа под гнетом. И в этом случае ваше мясо станет менее сочным, менее вкусным, но очень здоровым. Более здоровым. Что делает сахар в этой смеси? Сахар подкармливает сапрофитных бактерий, подкармливает молочно-кислых бактерий. И не дает развиваться патогенам в это время. Это делает шашлык безопасным в микробном отношении. И важно сахар использовать. Он помогает в этом отношении. С другой стороны, сахаром это тоже астматически активное вещество, как и соль. Он помогает соли утащить на себя как можно больше химии, как можно больше грязи. Через несколько часов, когда мясо пустило сок, вы сок этот выливаете без жалости, потому что там вся химия, там опасность для вашего здоровья. Не сегодняшняя чаще всего, но перспективная. Там субстрат для развития у женщин мастопатии, фибромиомы, для регулярных обострений циститов, простатитов, уретритов, для развития обменно-дистрофических заболеваний в суставах, артрозы, артриты, остеохондроз позвоночника. Вот это все в этом рассольчике, вы это выливаете в раковину и освобождаете себя от возможности знакомиться с врачами различных специальностей, по поводу того, что вы не знали, как делать шашлык здоровым. Дальше вы переходите, слили раствор, мясо немножечко обмыли и после этого вы занимаетесь собственным маринованием. Вот здесь любители вкусно поесть получают бонус, потому что здоровое мясо подготовлено теперь быть вкусным. Что нужно сделать, чтобы мясо стало мягким? Ну, нужны кислоты. Самый простой вариант, сухое белое вино. Кислоты, которые там есть, они разрыхляют мясо, делают его мягким. Десертные вина не проходят, красные тоже, там очень часто используют красители, поэтому тут можно от этого свой шашлык, ведь он должен быть здоровым, избавить. Можно использовать кислый сок, например, гранатовый. Но сок обязательно должен быть без мякоти, это принципиально. Только сок. Можно лимон, можно апельсины, мандарины. Сок, мякоть, долой. Мякоть, если она останется на шашлыке, она будет гореть у вас и образовывать канцерогены. Нам нужен шашлык здоровый. Можно использовать уксус. Пожалуйста. Уксус точно так же сделает ваш шашлык более мягким. Вот маринование в уксусе, это прекрасно. Многие, правда, используют уксус в экзотическом виде, в виде майонеза. Да. Майонез тоже сделает шашлык мягким. Но что вы будете делать с жирами, которые будут гореть, даже просто без огня. То есть при нагревании все-таки у вас же идет высокая температура обработки мяса. Жиры будут гореть и образуют канцерогены. Хотите познакомиться с раком без проблем? Я не советую. Хотя такая книга у меня есть. Рак. Ранняя диагностика и профилактика. Вы можете ее заказать. Но сейчас не об этом. Майонез нет. На этапе маринования нет. Хотите вкусный майонез, сделали его домашним. Но даже домашний майонез здесь будет приводить вас к раку. Майонез как соус может использоваться позже. Но об этом я скажу в видео, как правильно готовить шашлык. И как его лучше использовать для здоровья. А здесь чистый уксус. Хотите домашний, хотите магазинный уксус без проблем. Но только так. Второе. Безусловно, вы сделали мясо более нежным. Более сочным. Но вы хотите сделать их еще и более вкусным. Тут вы используете пряности. Лучший вариант. Самый лучший вариант. Когда вы можете пряный вкус сообщить мясу. Это зелень. То есть вы обкладываете. Перемешиваете мясо с зеленью. Чистые, сухие пряности. Ими нужно уметь правильно пользоваться. Зелень полежит какое-то время с мясом. Она отдаст свой аромат мясу. Мясо станет ароматным. Если вы обрабатываете сухими пряностями. Вы перед тем, как готовить шашлык. Нужно опять мясо помыть. Как только у вас останутся кусочки пряных растений на мясе. Они у вас добросовестно сгорят во время приготовления. Это тоже проблема. От которой легко избавиться. Ну в данном случае нужно просто мясо слегка обмыть. Одно из пряных растений, которые есть практически круглый год. Лук. Летом можно использовать любую зелень, которая вам доступна. Круглый год можно использовать лук. Порезали кольцами. И щедро так разложили в мясе. Что вам даст лук? С одной стороны он даст пряный вкус. Вашему мясу. Вашему шашлыку. С другой стороны лук доберет те обменные шлаки, те трупные яды, которые еще остались в мясе. Ту химию, на которой это мясо росло. Лук возьмет в себя. И сделает шашлык вас еще более здоровым. Больше того вы можете. Безусловно такой маринованный лук. Не лучший вариант в еде. В сыром виде. Но если вы вместе с луком. Вернее вместе с мясом, с шашлыком будете готовить и лук. Он у вас не сгорит. Вы получаете великолепный сорбент. Если лук сгорел. У вас опять-таки вероятность онкологии вырастает. И вам опять нужна моя книжка. Как диагностировать рак на ранней стадии. Поэтому тут важно понимать. Как все это комбинировать. Для вашего здоровья. Ну основные шаги. Основные этапы в мариновании мяса. Под вкусный и здоровый шашлык. Я уже рассказал. И пока вы думаете ставить лайк на это видео или нет. Отправлять его друзьям, знакомым, родственникам. Я это видео буду заканчивать с привычными подписчиками моего канала словами. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И советую поискать чуть позже еще одно мое видео. Как правильно готовить вот тот самый вкусный и здоровый шашлык. Чтобы на последнем этапе, на этапе приготовления, вернее даже на предпоследнем. Последнем все-таки это употребление. Я думаю, что эти видео я объединил. Не испортить вкусный и здоровый шашлык. И не навредить своему драгоценному здоровью. Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения. И до новых встреч на моем канале. Продолжение следует...